здравствуйте с вами программа культурный код и сегодня мы расскажем вам историю о том как сила воли талант и любовь к искусству способны превратить мечту в реальность история нашей героини ее путь от первых шагов до международного признания приготовьтесь услышать историю о трудолюбии которая способна изменить судьбу и оставить след в культурной жизни целого поколения мне есть о чем рассказать и я понимаю что я хочу донести до зрителя человек с четкой идеей она выделяется из толпы когда я пришла в 2010 году в театр она еще была действующей балериной мне кажется мы больше все это через себя проносим сейчас молодежь она легче относится ко всему она превосходно чувствует вот каждое качество своей ученицы она горит физика позволяет но вот здесь и вот здесь мы готовы принесешь ответственность других людей за чужие судьбы смело могу сказать что она вошла в плеяду ярких артистов балета нашего казахстана саулера хмедова выдающаяся артистка балета чье мастерство и преданность искусству завоевали признание на международной сцене история сауле началась в возрасте шести лет когда она поступила в алматинское хореографическое училище имени селезнёва далее последовали московское академическое училище имени гнесиных и обучение в академии русского балета имени вагановой в санкт-петербурге в государственном театре оперы и балета имени абая сауле впервые вышла на большую сцену под руководством именитых наставников после ей рукоплескали в театрах европы и сша несмотря на успешную карьеру за рубежом сауле вернулась на родину и стала прима-балериной а позже и преподавателем в родном государственном театре оперы и балета имени абая здравствуйте сауле в преддверии открытия нового театрального сезона очень хотелось поговорить об искусстве спасибо вам за ваше время спасибо вам что пригласили я считаю что мне очень повезло в этом отношении встретить именно профессиональных хороших людей и педагогов моей карьере насколько сильно на ваш взгляд отличается вот школы скажем советского балета от от западной когда вы оказались в америке насколько ощутима была эта разница ну вы знаете русская школа она а я могу сказать в полном праве что у нас казахстане все-таки вагановская система обучение именно русская школа мы всегда ориентировались на мариинский театр особенно мой педагог которая свое время учились в аганском училище именно приучала именно к статистике мариинского театра когда я приехала в америку конечно разница она ощутима есть у нас наши плюсы есть плюс у нас еще своя локальная алматинская школа это тоже совершенно другое у нас очень много своих минусов у нас есть и свои хорошие плюсы сауле рахметовый у нас много общего школе когда мы учились христианское училище у нас был лучший педагог шибая сара адреса народная артистка казахской ссср когда мы закончили школу мы пришли в этот театр здесь у нас тоже был один педагог народная артистка лауреат госпремии бесит ворошим хотят на она готовила с нами сольные партии сложные спектакли наверное очень сильное внутреннее содержание то что характеризует наверно русскую школу и российскую школу нашу это понимание образа или там работа именно над характером это не чистая техника который вот как бы присущей американской школе всегда считалось голая техника ли там японцы а именно внутренняя такое передача образа понимания того что ты хочешь донести до зрителя с аулешей мы перетанцевали весь опер на балетный репертуар как балерина она мне запомнилась спектакль жизни ее образ жизни вообще я сама по себе жизнь хотелось назвать еще с училища 16 лет я даже у нас вот урок фортепиано был я даже на выпускном экзамене станцевала одажу из балеты второго акта жезель потому что я вот прям бредила это партии но к этой партии подошла больше когда мне было больше 30 лет ну так сложилось что именно и я считаю что это правильно почему потому что трагедия есть нужно ее передать и почему например я тоже так же рада что вот анна каринина у меня пришла тоже в зрелом области потому что мне есть о чем рассказать и я понимаю что я хочу донести до зрителя потому что я пережила трагедию своей жизни а вы знаете когда я пришла в этом как раз 2010 году у нас ставили спектакль красная жезель бориса эйфмана и анну каренину и тогда соли была одна из балерин которые которые ставили этот спектакль тогда конечно это было для меня какой-то этап наверно другого стиля балета потому что это была не такая чисто классика понимаете вот как вот лебединая там спящая красавица жезель нет это уже чуть-чуть другого формата было но для меня это было очень интересно но когда поставили анну кареню и я увидел как исполнила его сауле и как она предподнесла вот этот весь образ анны это было великолепно и я всегда и говорю давайте анну кареню она не всегда карты не готова на игре они это сильно ты еще не доросла я всегда не понимал как ну почему но физика моя же позволяет я же могу это сделать она горит физика позволяет но вот здесь его здесь не готова и даже сцена сумасшествие это считается одним из таким в этом спектакле знаковый момент потому что каждая балерина хочет привнести в эту именно в эту сцену что-то свое вот она даже эта сцена вот она найти это тоже нужно ее прожить нужно передать трагедию и и именно этой личности и это опять же таки какой-то жизненный опыт надо иметь на самом деле наша профессия артиста балета это не не только там прыгать там скакать как люди думают там как бабочки да нет это прежде всего иметь нужно головы и мозги чтобы правильно понимать и правильно распределить и и сделать все как надо спасибо селечка мы же через прыжок у тебя получается старим там парам же ты папа понимаешь твои не закрывать и сильно откройся чуть-чуть вот откройся от задней ноги форма я так еще больше на же ты как будто прыгаешь и 1 смотри манера она правильно тебе подсказала когда бежишь туда слишком заворачиваешься когда бежишь сюда слишком заворачивайся так все-таки оставь мы чтобы я тебя увидела плечо ставь да за вторым разом и телях вот молодец молодец еще тянись больше наверх локти теля на локоточки молодец давай 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 спокойненько от макоточков ребрышки возьми пожалуйста сейчас прижми пассе спасибо селечка смотри устала я вижу скажите пожалуйста суле но вот глядя на молодежь как вы говорите если например сравнить вас в их возрасте насколько сильна эта разница и и и в чем например где-то может быть были было лучше ваше поколение а в чем-то например новое поколение мне кажется мы больше все это через себя проносим сейчас молодежь она легче относится ко всему давайте если раньше там существовало такое мнение балерина не имеет детей да или там одна один ребенок для балерина это там что-то сейчас посмотрите на всех наших ведущих солистов всех по двое детей там по ну то есть это уже в норма это уже никого не там балерины он там посмотришь там фуэты крусят с животами но то есть мы в другое время живем ничего не боятся в этом есть их прелесть они потом видите еще вот у меня сын маленький у них еще больше информации не познают поэтому они быстрее запоминают у них как компьютер голова работает через интернет через все одну то есть понятно что в возрасте мы этого не могли делать и потому что у нас этого не было не упривучены они по-другому воспринимают информацию зато может быть они где-то в другом проигрывают меньше книг читает меньше у них там но они познают мир через не знаю через краски какие-то через собственный опыт или там путешествие или там походы там куда-то чего-то а то также среди артистов балета как мне кажется немножко более поверхностный не хватает кажется не хватает какого-то там самопожертвования знаете как может быть но но с другой стороны это все индивидуально вот например оселя моя на несмотря на то что там у меня там мать героиня двоих детей рожает на ты про дела через три месяца уже в на сцену выходит там или до трех месяцев она же за танцевал в общем она у меня такая фанатка там уже это вот она вот молодец в этом отношении она безумно предана своей профессии на ее любят она ее не представляешь свою жизнь а есть например другие которые там могут по три года сидеть в декретном вот потом потихонечку выйти там мы все индивидуальные мы все разные да и судить кого-то или осуждать но мне кажется сегодняшнее поколение на в корне отличается потому что даже вот в училище насколько слышала или там я в америке когда работала мы настолько приучение что у нас детство ругали училище обзывали уничтожали издевались ну так если так смотреть со стороны это было и то сейчас вот например да насколько я знаю там тут же жалобы от родителей идут что там почему там моего ребенка обидели там то есть раньше этого представить себе не что то что я помню когда на меня там сара адресовна орала кричала там говорила что я там кстати первое слово от нее и узнала слова абориген от нее видите вы ругать умели тогда его я приходила домой плакала мама такая все я пойду я разобрал я говорю мама нет это будет только хуже я никогда в жизни не выпускала я как-то так то сейчас видите другое поколение тут же родители не знаю может пойдут сразу в суд под пепетит совсем другое время осваивление жесткий наставник даже наверное слишком спокойная понимаете есть такие педагоги которые знаете наоборот накалом берут да там жесткостью нет с вами могла если что-то не нравится она могут может вот так вот сайт встать сказать спасибо репетиция закончена и она могла спокойно уйти с репетицией вот смотри почему она тебе говорила вишен эти как бедро это бедро когда начинаешь поднимать у тебя лишь сколько раз я тебе говорю то это колено поднимаешь тебе когда-то в бедро будешь опускать она у тебя автоматически и колено само вовремя а когда ты делаешь она лишь она вот такая у тебя получается чем когда я тебя прошу вариации сделать тебя колено не поднимается там у тебя наоборот вот так идет держи бедро держи бедро держи бедро что нижнюю часть вот сейчас сразу другая другая линия становится понимаешь это молодец все равно молодец молодец все-таки тву-тву-тву если учесть то что вы вообще начало сезона и такая нагрузка зато форму устраиваешь я помню знаете вот так сказать ну не то чтобы секретную фразу мая плитецкая относительно там диеты да не жрамша и скажите на самом деле так то есть это у это универсальная диета для балерин мне на самом деле повезло у меня конституция такая я могла контролировать и я могла быстро скидывать ну плюс минус 2 килограмма это для меня было так то есть мне повезло ну плюс еще знаете что все-таки у нас с детства нас воспитывается железная дисциплина чем хороша наша профессия мы как в армии мы четко понимаем если нам надо то мой рот закроем будем с утра до вечера там что-то делать чтобы худеть там еще что-то делать у нас в этом отношении сильная сила воли развивается с детства расскажите а в какой момент вы решили вернуться на родину с чем это было связано я относительно рано уехала из казахстана 19 лет я практически мне 20 лет не было стране я наработала в москве потом германии потом америке и вы знаете я наверно вот это вот все таки тяга к родине она вот у меня сидела я понимала что я что-то здесь не не додала что-то не добрала именно в профессиональном плане я очень хотела работать театр вернуться на свою сцену на которой я выросла здесь выступать чтобы мои родственники видели меня и казахстанцы видели чтобы вот просто вы знаете я наверно просто соскочить сильно соскучилась по своей родине ну и плюс наверно родственники мама у меня здесь одна осталась в соединенных штатах саулера ахмедова познакомилась с выдающимся балетмейстером борисом яковлевичем эйфманом мастер предложил ей роль ольги спесивцевой героини балета красная жезель позже этот балет поставят на алматинской сцене жезель а потом и анна каренина станут настоящими жемчужинами в репертуаре театра мне не хочется себя в грудь бить что я приехала этот с моим появлением появилась два таких потрясающих но об этом говорят ваши коллеги но мне очень приятно что я что-то но по крайней мере своим приходом что-то новое привнесла и стараясь привносить в историю нашего театра я очень рада что это уже почти больше десяти лет как в репертуаре нашего театра таки выдающиеся спектакли как красная жезель и анна каренина это те спектакли который я первый раз видела в нью-йорке 2006 по моему году или 2005 году как раз трупа борис якоч эйфманом прили и приехал на гастроли в нью-йорк выступали я когда первый раз увидела анну каренина я подумала что это невероятно это что-то это что-то это я не до такой степени была поражена я думаю ну наверное мне никогда не будет такой возможности станцевать такой спектакль хотелось бы заострить немножко внимание на вашем сотрудничестве с борисом яковлевичем вообще как как все как все началось и что ценного наверное из этого общения вы для себя внесли знаете потрясающий человек вот я его встретила в нью-йорке да у меня он же в принципе же меня не знал но у меня мой педагог люба гуляева она вообще сама ученица в ганского училища она работала в мариинском театре и она прекрасно его знала и вот и благодаря ей у меня состоялась такая возможность познакомиться с парис якочем я нам ему сказала вот она потрясающий балерина если бы он там что-то станцевала знаете и он сказал хорошо либо я тебе доверяю и вот давай ем не против чтобы он станцевала отрывок из красной жизелли и его вот второе его угла правая рука его помощник геннадий альберт он сказал да я тоже приду на сауле посмотрим пришел на меня посмотрел на репетиции склада она сможет и вот такой легкой руки я на первый раз танцевала отрывок из красной жизелли в нью-йорке ставите причем там у меня мой партнер был парень из аргентина по 1 раз не станцевали а потом меня пригласили сюда на гала-концерт уже я здесь танцевала и вот после этого когда мы уже стан начали ставить спектакль и когда борис якович приехал буквально за несколько дней а я как раз получилось так что я травмировала много сильная травма была за неделю до этого я честно говоря я так сильно расстроилась я думаю все я не выдал сцену когда он приехал как раз приехали его репетитор и ассистенты которые нам ставили они так соли мы ничего не знаем ногу делаешь блокаду или что но ты выйдешь на сцену и вот он приехал я его буквально вот увидела на репетиции у нас была оркестровая репетиция и у меня на одной ноге планты на левые ноги а на правой ноге у меня был ну мягкий туфель и сверху меня такое гетро было я делала то есть я на одном на каске была на другом я была на этом я как это хромая танцевала и когда я ему станцевала полностью спектакль и мир и нарком ко мне пришел я в шоке ты такая молодец что ты хромая и вот он дал добро и это удивительно и что мне было потом приятно оказывается он там потом питере пример ставил меня что вот она вышла хромая несмотря ни на что да что это вот прям эти у нас до состоялся очень такое хорошее профессиональное знакомство возвращаясь назад хотелось бы вспомнить то время когда вы из солистки стали педагогом я знаю что для многих 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 людей это такой болезненный момент как вы пережили этот период и сколько он тогда был простите за открытый вопрос знаете на самом деле мне очень повезло я я одна из тех долгожителей на сцене мне повезло я не знаю может меня кто-то еще перетанцует но пока как мне кажется ну только муж малат газизович мне кажется что для любой балерины в принципе это такой сложный период в чем сложность именно быть педагогом это ты несешь ответственность ты несешь ответственность за другие других людей за чужие судьбы тебе нужно думать тебе нужно понимать как выстроить как сделать балерину как как вы должны идти в каком направлении с чего начать что следующее она превосходно чувствует вот каждое качество своей ученицы каждый имеет свой подход деликатной и чуткой от своей природы она умеет как никто сделать замечание нужное замечание при этом чтобы человек поверил свои силы давай и раз живот в тени и 1 2 1 она у меня герой завершение я хотела бы сказать о сауле как о человеке с сильным характером человек с четкой идеей она выделяется из толпы и смело могу сказать что она вошла в плеяду ярких артистов балета нашего казахстана нашего хореографического искусства казахстана у нас замечательный театр среди какой у нас красивый театр 90 лет нашему театру у нас такая плеяда великих артистов у нас потрясающая акустика у нас замечательный зритель у нас каждый раз амшлаги нас алмата очень театральный город у нас все спектакли и балетные оперные всегда приходит он сбали билетов нет вас может потому что не знаю цены какие-то более подходящие с другой стороны очень хорошо что умеет возможно что люди могут прийти и посмотреть и нас очень хороший репертуар надеюсь что мы еще много много-много-много чего можем поставить на нашей сцене и у нас будут наши артисты будет все лучше и лучше ну желаю только развития вашему театру и театр действительно достояние не только алматы но и всей страны и я желаю чтобы театр только процветал спасибо вам большое за сегодняшнее интервью за ваше время и хочется пожелать вам успехов спасибо большое спасибо что пригласили всем удачи сегодня мы познакомили вас с удивительной личностью чей талант и трудолюбие вдохновляют многих мы продолжим вам рассказывать истории тех людей которые делают этот мир прекраснее с вами была программа культурный код и я всем обдрахово до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok а